Как вы сбиваете такую пенку? Егор, спасибо вам большое. Спасибо. Возвращайте микрофон. Точнее, давайте так, кто-то еще хочет поговорить? Сегодня твой день, жги. Киньте в этих пираний. Судя по звуку, они растерзали сейчас кого-то, какую-то бутылку шампанского. Хорошо, все, девчата, я вас люблю, да, и вы обязательно мы с вами поговорим, сейчас вот будет мужчина. Вообще-то я. Я же не вижу, я слышал там мужчину, мы были первые и сказал. Здравствуйте, как вас зовут? Привет, меня зовут Настя. Настя, привет. Чем вы занимаетесь? Может быть работаете, учитесь? Да, мне несколько бизнесов. Епать, колотить так. Я давно не слышал, что человек представлялся Настя, а потом говорил несколько бизнесов. Ну, с учетом того, что вы на концерте за 500 рублей, это не очень успешные бизнесы. Настя, ну все впереди, мать, все впереди, только добро, добро, добро в твою сторону, чистое сердечко, душа в душу, ясно? Целую каждый бизнес. Итак, поехали. Первый бизнес. Первый бизнес, мать. Ну, Настя. Ювелирка. А? Ювелирка. Ювелирка. Не ювелирный магазин, а такое, знаете, что когда падает, разбивается эта ювелирочка. Ювелирка. Ювелирка. Как мы вас находим? Как мне, скоро, 14 февраля, как, что купить? Где найти? Мы здесь, можно подходить, делать заказы. О, у вас такая ювелирка? И что? Я вижу, что ты без трусов. Это как? Зайди в ювелирку. Итак, скажите, пожалуйста, что сейчас самое частое покупают, какое украшение покупают мужчины своим женщинам? У нас все на заказ индивидуально. О, вот. Все крафтовое. Что, не тот глагол? Нет, нет. Нет? Значит, все под заказ, да? Значит, у вас ювелирная мастерская. Да. Именно так. Хорошо, что я помогаю вам разобраться в собственном бизнесе. У вас ювелирная мастерская, это замечательно, потому что порой, конечно, ты не можешь найти то, что тебя реально устраивало, а это стоит очень много денег. Я помню, мы с женой очень долго выбирали обручальные кольца. Она очень долго выбирала обручальное кольцо. И у моей жены, это золотой человечек, потому что мне приходилось... Мы тут третий день. Я бы уже заработал эти деньги. Три тысячи, это недорого. Купи это кольцо, наконец-то. Так, у вас все на заказ, соответственно, можно и кольцо заказать, можно и серьги, можно и цепочку, да? Да, абсолютно все. А какое-то необычное, знаете, типа там, может быть, там, серьгу в пупок заказывали у вас? Да. Да? А еще что-то более необычное, там, я не знаю, гвоздь в пятку. Что-то такое было, такое необычное, что вы такие, серьезно? Сейчас, одну секунду. Так, привет-привет. О-о-о, привет, город! А вот и другой человек. Либо, Настя, вы так голос потрясающе меняете, это, конечно... У Настя голос поменялся просто чуть-чуть, да. Так, вы, значит, тот, кто оплачивал организацию ювелирной мастерской? Да, да, да. Либо вы ювелирный мастер, непосредственно там работаете? И не только. И не только. Ну что у вас самое необычное заказывание? Самое необычное, говорю так, принесли нитку, догадайтесь. Принесли что? Нитку. Принесли нитку и догадайся. Да. Не кольцо. Нет. Нет, 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 это что-то необычное, я говорю, это не кольцо. Это необычное, да? Это что-то нитка, нитка, нитка. Мне нравится, что у нас квиз какой-то, да, пошел? Так, 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 нитка, нитка, это что-то интимное, да? О-о-о, да, 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 горячо, горячо, горячо. Что? Горячо, горячо. Это типа вот эти трусы, где вот эта нитка вот здесь вот? И сюда джемчуг? Нет. Подсказка, подсказка, значит, измерили дома, что нужно, какой размер? Размер кольца. Неа. Не, сказали же, вы что, тут человек говорит, кольцо, я говорю, нет, не кольцо, там говорят, кольцо. Мы так не пройдем этот квиз, вы понимаете? Собрались, нитка, но я говорю, вот здесь трусы такие, которые с ниткой здесь вот здесь жемчуг делают, я видел. Не, не интересно, нет. Соответственно, это не то, но намекают, что на что-то интимное. Мужское это или женское? Мужское. Это мужское? Да, 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 да. Мужское, да. Мужское, да. Она померила член, принесла нитку с катушкой или она все-таки отрезала? Вы, не дай бог, вы нитку-то выкинули, а то вы, не дай бог, что-то замешкаетесь. Я хотел ее на рамку себе сделать, повесить в мастерской, а потом думал, нет, что-то… Значит, она говорит, вот, а, на диаметр, она диаметр, соответственно, и говорит, нужно кольцо… Такого диаметра, да, я говорю, слушайте, что-то какой-то размер-то, что-то, как-то пальцев таких-то не бывает. Он говорит, ну вы сделаете, я говорю, ну сделаю, а куда его мерить-то вообще? Он говорит, ну если что, я могу с мужем прийти. Ну хорошо, я сделал кольцо, и они пришли с мужем. Пришли с мужем? Да. Так, и что, он, он говорит, где у вас примерочная? Вы такие, говорит, здесь. Он говорит, ты сам этого схотел. И он примерил кольцо? Ну мне, конечно, не хотелось, но… Но он примерил кольцо? Где-то да. Да, они ушли, они ушли там куда-то, ну… В машину, судя по всему. Ну грубо говоря, я не знаю куда, в общем, потом пришли. Я был в шоке, кстати. Да. И что, они пришли и что, попросили как-то уменьшить или… Всё супер. А? Супер. Сказали, всё супер? Да. То есть прямо он, типа, решил это в глаза тебе сказать? А я поинтересовался. Всё супер. Оно на мне. Да. Отлично. Тютелька в тютельку. Да. Да. Даже когда надели, сняли, ей даже плевать не пришлось. Просто… Пэм-пэм. Отлично. Вы не гуглили случайно вдруг, а зачем, в чём прикол? Это что, может кто-то знает, это для удержания эрекции или какое-то дополнительное ощущение? Я просто… Для меня это всё связано с болью. Больше, чем с удовольствием. Если мне когда-нибудь, типа, кто-то… Я надеюсь, это будет не жена. Я надеюсь… Это будет кто-то. Это будет какое-то сомнительное предложение от какого-то человека, типа, а чё, как насчёт кольцо на член? Потому что от жены, ну, придётся соглашаться. Придётся соглашаться. Я ради детей на член всё что угодно надену. Даже на свой. Вы не гуглили, для чего это? Нет, я даже не хотел. Может быть, кто-то здесь из тьмы знает, зачем это? Это для эрекции. Это для эрекции. Вы не могли бы немножко пояснить… Я надеюсь, что вы когда это сказали, вы сделали вот так. Это для эрекции, наверное. Половой орган, он должен быть уже в стоячем состоянии, или, типа, ты просто такая бамс там… Честно, я вообще даже не знаю, как… Не-не, мы уже у вас не спрашиваем. Там есть специалист. Там есть милая, прекрасная девушка с ангельским голосом, которая сказала, это для эрекции. Подскажите, пожалуйста, это для того, чтобы дольше держалась эрекция, или для того, чтобы она вообще возникла? Вообще возникла. Кто-то из вас использует это неправильно. Вы инструкцию-то почитайте. Дорого стоил заказ? Помните? В районе там 98 тысяч. 98 тысяч? Да. Не, ну, по ходу дела, это работает. Вряд ли это на пару раз, я хочу сказать. Итак, мы не определились. Вы говорите, что это до эрекции, вы говорите, что это после эрекции, и это, соответственно, видимо, какой-то… Видимо, что, кровоток какой-то, да, нарушает? Что, типа… Охереть, откуда я это знаю? Это очень грустно. Я, видимо, все-таки когда-то что-то смотрел. Это где-то осталось на подсознании. Итак, все это… Значит, аппарат не падает. Мне кажется, люди, которые идут на такие изощренные способы для занятия любовью, во-первых, они любят друг друга. Ну вот, ну все, не стоит у него. Не стоит. И она говорит, не сдаваться, Виталик. Я думаю, его Виталик зовут. Я для себя решил, это Виталик. А она Лариса. Да, он ее нежно Ларчик называет. Он говорит, Ларчик, может, не надо. Говорит, Виталик! Все нормально. Сейчас. А у них интересно… Соответственно, для них игры в колечки совершенно означают другое значение. Так-так-так-так-так. Это только первый бизнес, да? Да. Настя, ну а второй? Детский садик. Мне нравится, что это будет в одном видео. Итак, у вас садик… у вас есть камеры? Что? У вас есть камеры? Знаете, сейчас в садиках есть камеры, чтобы родитель мог посмотреть, что его ребенка не бьют. Конечно. Да. Соответственно, как садик-то называется? Детская страна. Детская страна. Замечательное название. Ну, оно, в принципе, садик и должен так называться. Вряд ли садик может называться… Back to home. Вашингтон. Вот такое крутое название. Я бы отдал ребенка в какой-нибудь садик с крутым названием. Типа… Как, знаешь, типа, чтобы байкер-клуб так назывался. Как на подобии, типа, там… От заката до рассвета? От заката до рассвета – офигенное название для детского садика. Офигенное название для… Назовите так, и к вам пойдут родители. Напишите, мы работаем 24 часа в сутки, и я уверен, многие будут… В 2 часа ночи кто-то придет сонный с ребенком в руках. Так он 24 часа и работает. Вы работаете 24 часа? Да. Это потрясающе, впервые слышу. То есть можно реально забыть, и все нормально будет? Да. Это здорово, потому что… А где вы находитесь? Может быть, мы… Может быть, сейчас реально перевестись как-то? Я бы вообще сделал даже наоборот. Может быть, не детский садик, а дом взрослых. Отличная идея для взрослой страны. Но взрослая страна – это, к сожалению, секс-шоп, скорее всего, так называется. Итак, у вас есть какая-то специальная методика по развитию детей или как бог пошлет? Программа есть. Есть какая-то программа. То есть вы можете в целом гарантировать, что после 3-4 лет в садике ребенок выйдет с какими-то минимальными навыками. Мы не говорим, что он выйдет с навыками пластической хирургии, знаниями в нейрохирургии. Почему у меня все хирургии? Ядерной физики, спасибо большое. Но ювелирку может делать точно, да? Сынок, что это такое? Это кольцо. Почему оно такое большое? Сказали, потом поймешь. Это второй бизнес. Это второй бизнес. Третий. Кофейня. 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 Так, вы делаете кофе? Да. Что это за кофейня, как называется? Кофемус. Кофемус. Так, а есть четвертый бизнес? Давайте сразу перескочим. Да, есть. Четвертый бизнес. Вы так не уверены в себе? Это замечательно, но при этом вы не сдаетесь. Так, садик хер пойми, может не вытянем. Так, а что, 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 что? Ну, давай кофе. Кофе, да, по классике, потому что что дети с утра пьют? Кофе, да, пускай пьют кофе с утра. Так, дальше, какой еще четвертый бизнес? Я еще не сказала. Это платформа, CRM-платформа, которую мы оцифровываем клиентов. Серая платформа, которую вы... CRM-система. Какая CRR? Да. Серая? Не серая. Я же бы сказал, серая вы сказали. Нет, ты что, тупой, что ли? CRM. CRM. Окей, I see. CRM-платформа, которую вы строите для клиента. На котором мы оцифровываем сарафанное радио. На котором вы оцифровываете сарафанное радио. По этому бизнесу у меня не возникло никаких вопросов. Все четко, все понятно, каждая буква в этой формулировке сразу легла на полочку и пазл весь сложился. Вот по поводу кофейни. Конечно, вопросов безумное количество. Как вы сбиваете такую пенку? Что? Не нравится, что вы мне что-то говорите, а потом занимаетесь своими делами, типа, а он сейчас справится там. CRM-платформа. Настя, пять минут чисто для того, чтобы создать новые нейронные связи в моей голове. Что такое платформа? CRM-платформа. 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 Что означает CRM-платформа? CRM-платформа. Да? Вы думаете, это на итальянском? CRM-платформа? Окей. Что такое R? В общем, это платформа, чтобы оцифровывать клиентов, клиентские связи, получать клиентский опыт, получать от них обратную связь. И это готовое мобильное решение для среднего и малого бизнеса. CRM-платформа. Читает? Думаете, открыла и такая... Расскажи ему что-то про член, пока я узнаю... Какой у нас четвертый бизнес? Скажите, пожалуйста, я, как владелец какого-то бизнеса, я могу к вам обратиться с каким-то заказом? Какую-то услугу от вас получить? Конечно. Сделаем мобильное приложение с вашей кофейней. Приложение сделаете? Конечно. Ну, то есть в Бауманку зайдете, ботана какого-то найдете, и он захерачивает это все ручками. Пять минут, будет все готово. Пять минут, будет все готово. Я надеюсь, возможно, ваш муж так говорил, когда был заказ на кольцо. Итак, скажите, пожалуйста, Настя, вы вообще замечательный человек, такая вы целеустремленная, такая многозадачная, так это все удивительно. Я просто, если вы скажете, что у вас есть дети... Есть. Есть дети, значит, сейчас мы обмениваемся контактами, я, значит, вас связываю со своей женой, вы ее как-то учите этому тайм-менеджменту? Без проблем. Да. Мне просто вопрос. Вы спите? Да. Вы еще и спите? Мне кажется, человек, который такая занятая, спит вот так, СРМ, садик, кофейня... Нет, это муж, это муж, кольцо, кольцо на член, кольцо на член. Это восхитительно, восхитительно. А есть у вас мечта? Конечно. Конечно. У вас есть мечта? Да. Какая у вас мечта? Чтобы нахер ничего никогда не делать больше. Вообще-то я больше хочу делать. Я хочу кольцо себе вот сюда. А? Я вообще-то еще больше хочу делать. Вы хотите еще больше делать? Да. Блин, офигеть, вот у вас классная семья, вообще супер, завидую просто. Потому что я просто представляю, когда я... Я на самом деле на сцене такой очень более-менее, может быть, кажусь активной, но в жизни я не такой активный, если честно хочу вам сказать. Я в жизни, вот если бы я вот был вашим мужем, и вот у меня вот так вот жена сидит и такая говорит, значит, открывай. Пятый бизнес. Потому что я вам расскажу, что я почему со своей женой навеки вечны и навсегда. Потому что мы ментально сошлись идеально. Я не особо, знаете, целеустремленный тип. На уровне. На уровне. Все на уровне. Достойном, нормальном, но не глобально. Чтобы вы понимали, просто как показательный диалог. Жена говорит, «Вить, надо детям что-то оставить». А вопрос был задан тогда, когда я еще ел, поэтому я такой, «Еды? Я чего-то не знаю? Все так плохо?» Она говорит, «Да не, ну, надо денег как-то, может быть, там, какой-то инвестиционный портфель». Я не знаю, откуда она такое словосочетание знает. Или там, может быть, недвижку какую-то. Я говорю, «Ну надо, 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 согласен, надо, надо». А потом я в голове прикидываю, насколько это трудно что-то оставить детям, потому что иногда и себе это не особо. У меня, то есть, нет огромных сбережений. То есть, я вам хочу сказать, что у меня сейчас у машины пробег 150 тысяч километров. Ей 5 лет. И у меня что-то в правом колесе стучит. И я понимаю, что поменять машину, это сейчас, ну, как минимум, не знаю, нулям точно надо будет откидывать, там, может, полтора. И я вот все время езжу, и когда стучит, я просто музыку делаю громче. И, понимаете, да, то есть, у меня нет такого, что я такой, пойду, куплю хату. И вот я сижу и думаю, как это трудно, сейчас будет надо, ну, это надо, это дети, эти дети, надо вложиться. И я говорю, ну, надо, 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 и она говорит, надо, 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 надо. Я думаю, и я понимаю, что она тоже про это думает, тоже как это тяжело. И я говорю, или нет. И она говорит, или нет. Настя, спасибо вам большое. У вас замечательная, чудесная, великолепная семья. Можно попросить? Можно попросить? У меня вы хотите что-то попросить? Что можно у меня попросить? Попросите, конечно же. А можешь поздравить мою подругу? У нее сегодня день рождения, она здесь, рядом со мной. Хорошо, а как зовут подругу? Катя. Кать, с днем рождения. Катя.